Здравствуйте, уважаемые зрители канала Прответок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец лично-пособного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о посадке озимого чеснока, расскажу, как вырастить хорошие крупные головки и избежать таких проблем, как пожелтение чеснока и различные заболевания. Начнем, пожалуй, с выбора места для посадки чеснока. Место должно быть хорошо освещенное солнцем. Не стоит высаживать чеснок на затененных участках. Также следует подобрать такое место, где нет застоя воды в весенний период, ведь чеснок будет вымокать. Почвы должны быть легкими, плодородными и хорошо дренированными. Только в этом случае вы получите хороший урожай. Также не следует забывать про предшественников. Лучшими предшественниками для чеснока являются огурцы, тыквы, кабачки и другие бахчевые культуры. Также хорошие предшественники – это горох, бобы, фасоль и все виды капусты. После таких культур чеснок будет расти отлично. Не стоит высаживать чеснок после таких культур, как картофель, либо корнеплоды, например, свекла, либо морковь. Корнеплоды забирают слишком много питания из почвы. И на таких грядках, на таком месте посадки чеснок будет развиваться плохо. Также не следует высаживать чеснок после самого чеснока и после лука. После них чеснок будет болеть, поражаться различными заболеваниями. На прежнее место посадки чеснок можно возвращать не ранее, чем через 4-5 лет. После того, как мы выбрали место для посадки, нужно определить сроки посадки чеснока. Чеснок можно высаживать с середины сентября до самых заморозков. Оптимальная температура на улице будет в диапазоне 10-12 градусов тепла. Чеснок, в принципе, можно посадить и в более ранние сроки. И не беда, если он взойдет. Конечно же, зимой молодые всходы могут подмерзнуть. Однако у чеснока очень мощная корневая система. И весной чеснок, благодаря такой развитой корневой системе, рано пойдет в рост, быстро нарастит вегетативную массу, и вы получите хороший урожай. Посадку чеснока лучше закончить за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков. Дело в том, что если посадить чеснок в более поздние сроки, перед самыми морозами, то чеснок не успеет пустить корни, не укоренится. А значит, весной он поздно тронется в рост, и хорошего урожая можно не дождаться. Следующий этап – это подготовка посадочного материала. Для посадки пригодны зубчики чеснока от здоровых луковиц. Если вы нашли на луковице чеснока пораженный гнилями зубчик, это может быть и фузариоз, либо какая-либо другая гниль, то с такой луковицы посадочный материал лучше не использовать. Ведь даже на здоровых зубках, которые еще не поражены, могут присутствовать различные споры грибковых заболеваний, которые в следующем году обязательно проявятся, и чеснок будет болеть. Поэтому берите посадочный материал только здоровый. Здоровые луковицы – залог хорошего урожая. Для посадки луковицу нужно разделить на отдельные зубчики. Эти зубчики находятся в шелухе. Вот шелуху не нужно снимать, она защищает наш зубчик, сам чеснок, от различных инфекций в почве, а также от вредителей. Когда мы почистили вот эти головки на зубчики, их нужно обеззаразить. Для обеззараживания можно использовать различные биологические и химические препараты. Например, можно замочить вот такие зубчики чеснока на несколько часов в растворе медного купороса. Для обеззараживания используется однопроцентный раствор – 100 грамм медного купороса на 10 литров воды. В таком растворе зубки нужно выдержать 6-8 часов. Затем их извлечь из раствора и приступить к посадке. Промывать в таком случае зубчики чистой водой и просушивать их не нужно. Также для обеззараживания можно использовать биологические препараты. Например, я привержен из биологических препаратов, поэтому я использую для обеззараживания, для предпосевной обработки триходерму. Одну чайную ложку гранул триходерма я использую препарат «Профит» на 10 литров воды. В таком растворе замачиваю зубчики чеснока на 6 часов. За это время споры с гранул смываются в воду, оседают на зубчиках и материал готов к посадке. В принципе, после такого обеззараживания остается раствор в ведре. Его также я не выливаю, а использую для пролива почвы. Просто проливаю грядку с чесноком вот этим раствором. Зачем же пропадать добру? Далее мы занимаемся почвой, именно подготовкой грядки. Чеснок любит рыхлые, легкие, плодородные почвы, хорошо заправленные органикой. Поэтому под перекопку будем вносить примерно 10-литровое ведро компоста на квадратный метр, а также минеральное удобрение. Обычное осеннее удобрение, которое продается в магазинах, где в большей степени содержится фосфор и калий. Примерно 50-60 грамм на квадратный метр под перекопку. Не стоит забывать, что чеснок любит слабокислые или нейтральные почвы. По аж 6,5-7, поэтому перед посадкой измерьте кислотность почвы. Если кислотность повышенная, то внесите известковые удобрения, такие как доломитовая мука, известь, мел. Если у вас нет таких известковых удобрений, то используйте обычную залу. Норма внесения известковых удобрений примерно 400-500 грамм на квадратный метр. Также вносятся эти удобрения под перекопку. Но учтите, если вы вносите известковые удобрения, то нельзя вносить одновременно с ними азотные удобрения, ведь весь азот в щелочной среде улетучится, а также фосфорные удобрения, которые перейдут в труднодоступные для растений фосфаты. Поэтому такие удобрения вносятся через 2 недели, не ранее, а то даже лучше и через месяц, после известкования. После того, как мы заправили грядку удобрениями, мы будем приступать к перекопке почвы. Если почва у вас сухая, вот как у нас сейчас, не было долго дождей, то обязательно пролейте ее водой. После того, как грядка вскопана, нужно ее разрыхлить обычными граблями, и наметить ряды. Между рядами расстояние 30 см, а между зубками примерно 7-10 см. Глубина посадки чеснока около 5 см, не мельче. Если посадить зубки слишком мелко, они могут вымыться дождями, и зимой просто смерзнут, не дадут хороших всходов. Поэтому учитывайте глубину заделки. Опять же возникает вопрос, почему я оставляю такие широкие ряды между чесноком? Дело в том, что между рядами чеснока я высеваю на зиму сидораты. Можно высевать овес, фацелию, либо белую горчицу. Сидораты я на осень не убираю. Эти стебли так и зимуют. Вот такой посев сидоратов на зиму нужен для того, чтобы было снегозадержание. Ведь зимой часто бывают холодные ветра, которые сдувают весь снежный покров с участка. А сидораты, высаженные между рядами чеснока, будут снег задерживаться. А значит, чеснок не вымерзнет зимой, и весной почва на грядках с чесноком будет влажной. А значит, чеснок раньше тронется в рост, и значит, соответственно, урожай будет хорошим. Подготовьте правильно почву, посадочный материал, и тогда в следующем году хороший урожай вам обеспечен. Спасибо за внимание и подписку. До новых встреч!